Уже в девятый раз ежегодно с момента вступления в должность главы Подмосковья Андрей Воробьев именно в формате обращения ставит задачи перед регионом и разъясняет жителям, как будет меняться Московская область. Название этого выступления – «Перемены. То, что волнует людей». Ключевой акцент в выступлении губернатора – на переменах. Их должны почувствовать жители всех городов Подмосковья, причем по каждому из направлений. Как отметил Андрей Воробьев, главная задача – добиться постоянного повышения качества жизни. Перемены необходимы по всем направлениям, начиная с экономики. В 2020-м из-за пандемии областной бюджет недополучил 50 миллиардов рублей. И еще 60 направил на борьбу с ковидом. Восполнить пробелы в казне необходимо новыми производствами, как за счет малых предприятий, так и инвестиционных проектов. Каждый год создается до 60 тысяч рабочих мест, и для этого нужны люди. На бирже труда на данный момент, на сегодня, находится 93 тысячи человек. В начале года было 134. Задача полностью реформировать, модернизировать центры занятости. Сегодня они должны помогать человеку получить необходимые компетенции и предложить интересную, выгодную для человека работу. Больше всех работы в 2020-м досталось медикам. Об этом неоднократно говорил Андрей Воробьев. Но впереди систему здравоохранения ждут преобразования. Новые машины скорой помощи уже поступили в муниципалитеты, в том числе в Мытище. Уже в этом году удалось открыть новую поликлинику на улице Воровского. На это тоже обратил внимание губернатор. Говоря о развитии транспортной инфраструктуры, Андрей Воробьев отметил важность строительства ЦКАД, а также новых автомагистралей, которые помогут сократить пробки и улучшить сообщения между городами. В декабре прошлого года началось строительство 16 километров Мытищинской хорды, Пироговка, как её зовут, дублёр МКАД. Он соединит Дмитровское и Ярославское шоссе. В проработку мы взяли строительство дублёра Егоревского шоссе. Его мы собираемся интегрировать с КАД. А ещё в Подмосковье в этом году откроют 33 школы и 27 мини-детских сада. Два из них в Мытищах. Ежегодно в округе строят новые образовательные учреждения. В 2020-м, несмотря на пандемию, торжественно открыли новый корпус гимназии 16. Мытищи несколько раз прозвучали, как муниципалитет, в котором решаются крупные масштабные проекты. Это и по дорожной инфраструктуре, по благоустройству, по лесопарковой, наша история. Поэтому сегодня не только итоги, но и цели указания, как двигаться нам дальше, как работать. Послание почти целое обращение, после целого часа. Все отрасли народного хозяйства, как раньше говорили, были охвачены. В своём обращении губернатор уделил внимание вопросам экологии, обеспечения чистой водой, создания парковых зон и другим темам, от которых зависит качество жизни жителей региона. Важно помнить, что проблема – это лишь препятствие на пути к цели. А цель наша одна – добиться постоянного повышения качества жизни. Цифры, отчёты, квадратные метры необходимы, безусловно, в управлении, в государственном управлении. Но большинству человеку они не интересны. Человеку интересны перемены в месте, где он живёт. Интересен чистый подъезд, широкий тротуар, без выбоин, флагманская школа и работа рядом с домом. Хочется, чтобы, задавая вопрос каждому жителю Подмосковью, мы получали ответ. «Да, сделано реально то-то, что для меня важно. Если появились новые возможности открыть бизнес, поменять квартиру, родить ещё одного ребёнка, отвезти в сад в своём доме, а потом отдать в хорошую школу, то это те достижения, ради которых мы работаем. Умение обеспечивать перемены – это и есть признак лидерства». Ежегодное обращение губернатора Московской области – это не только подведение итогов работы регионального правительства за прошедшее время, но и определение приоритетов на будущее. Это продолжение и конкретизация основополагающих принципов, заложенных в послании президента с привязкой к региону. Прививки снижаются к госпитализации. Понятно, что...